Кухня ЖКХ Если мы добросовестно исполняем свои обязанности, то текущие ремонты проводятся вовремя, какие-то другие работы, которые необходимы по обслуживанию. И долги, которые копятся от жителей, они, конечно, так или иначе оттягивают определенные экономические проблемы на доме, то есть получается какой-то определенный кассовый разрыв. Все мы прекрасно понимаем, но это наша работа, мы должны работать с неплательщиками. Откуда появляются долги? Понятно, что этот год вообще такой исключительный в связи с событиями, которые происходят у нас с пандемией. Многие, конечно, потеряли свои определенные денежные возможности, да, то есть эти долги копятся, нарастают. И они, кстати, за этот год очень серьезно подросли, потому что выручка упала, процент собираемости становится все ниже и ниже. Буквально вот только сейчас маленько он начал выравниваться. Но, тем не менее, мы, как бы, понимаем, входим в положение наших жителей, потому что ситуация неоднозначная не только у нас, но у всех повсеместно, потому что экономика реально провалилась по многим направлениям, приходится входить в положение. Но чтобы все-таки мы именно вот входили в положение, нужно не в одностороннем порядке входить в это положение, а нужно, чтобы и жители тоже на это, как говорится, реагировали и шли на контакт. Мы со своей стороны предлагаем им, в первую очередь сейчас, тем, у кого сложилась такая ситуация, прийти и заключить мировое соглашение. Соглашение о рассрочке платежа до 11 месяцев, да, с минимальным первоначальным взносом, там, 15-20%. Те, кто сейчас постоянно платит и у нас находятся, как бы, хорошими плательщиками, мы тоже перед Новым годом запускаем акцию, в которой будут разыгрываться призы. На эти призы, самый главный приз, это смартфон, там, остальные еще чуть пониже, но, тем не менее, будет разыгрываться это электронно по лицевым счетам. То есть все, у кого нет задолженности, они будут принимать участие в этом розыгрыше. Электронная система, она выберет победителя среди тех, кто у нас добросовестно оплачивает эти платежи и будет выявлен победитель. Поэтому я призываю не откладывать в долгий ящик данную проблему, приходить, общаться, заключать эти мировые соглашения и входить в Новый год, постараться ходить без каких-то применительных долгов. И рецепт экономного потребления от кухни ЖКХ. Ну, мы уже говорили как-то, да, на том, что нужно постараться включать все электрические приборы, потому что они так или иначе, даже в состоянии выключенном, так или иначе потребляют электроэнергию. Но я бы хотел сейчас обратить внимание еще на такие приборы, такие вещи, как, например, те же самые аккумуляторы. Порой, что мы там пользуемся батарейками, пользуемся электрическими какими-то там приборами зарядными, да, то есть лучше всего использовать аккумуляторные батареи, которых можно заряжать по несколько раз, до 500 раз, да, но тем самым экономить на потреблении ресурса на своих или бытовых приборах, которых вы используете очень часто. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес улица Роза, Люксембург, 86В, телефон 222-892. Кухня ЖКХ